Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Крым! Да, наши корреспонденты уже готовят материалы к вечернему выпуску. Сегодня расскажем действительно интересную историю. Как известно, в Керчи продолжается реставрация и реконструкция метридатских лестниц, в рамках которой статую грифонов заменят на новые. Ну а нам удалось найти одного из трех скульпторов, который около 50 лет назад принимал участие в создании старых статуй грифонов. О том, как это все происходило, о судьбе этих изваяний, мы расскажем в вечернем выпуске в 19.30. Ну а сейчас поговорим об общественном транспорте с нашим гостем, исполняющим обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Керчгуртранс» Николаем Дубининым. Николай, доброе утро! Здравствуйте! Расскажите, как сейчас организована работа общественного транспорта в Керчи? На сегодняшний день работа организована достаточно эффективно в рамках тех ресурсов, которые мы имеем. Работает предприятие эффективно, максимально качественно налажена работа. Ведется работа по ремонту подвижного состава. И в принципе, понятна цель, понятна задача уже и коллективу, коллегам, работающим на транспорте. Предприятие должно работать по максимуму, вся техника, имеющаяся на балансе, должна эксплуатироваться. В каком состоянии сейчас находится автопарк и подвижной состав электротранспорта? Сколько машин на линии? На сегодняшний день на линию выходит уже порядка 30-31 автобуса НЕФАС. Восстановлено значительное количество автобусов и порядка 8 троллейбусов. Работает на линии ежедневно. Количество ремонтируемого транспорта уменьшается. Соответственно, количество транспорта, который выезжает на линии, увеличивается. Насколько я знаю, там была такая ситуация с предыдущим руководством, которое халатно отнеслось. К работе снимали детали с используемых автобусов, ставили на другие. В результате значительная часть подвижного состава была выведена из строя. Как продвигается ремонт НЕФАЗов сейчас? Ремонт НЕФАЗов продвигается успешно. Спасибо огромное администрации города. Нам помогли финансово. На сегодняшний день закупаются запчасти, автобусы восстанавливаются. Касательно событий прошлых лет, комментарии давать не буду. Это уже правоохранитель пусть занимается и дает свою правовую оценку. Вместе с тем, нами делается все для того, чтобы парк был максимально отремонтирован и работа пригоден. За какие средства выполняется этот ремонт? Чьими силами? Частично за собственные средства. Плюс на сегодняшний день получена субсидия из городского бюджета на восстановление автотранспорта. Но замена деталей производится уже непосредственно у вас там на месте? Да, конечно. Запчасти заказываются. Был отыгран конкурс по 44-му федеральному закону. Запчасти приезжают, мы их ставим, все как положено. Согласно регламентам и нормам. Здесь вообще законодательство. Сколько осталось отремонтировать НЕФАЗов? Осталось отремонтировать 9 НЕФАЗов. То есть за какое время планируете вывести все машины на линию? Когда вот ожидать? В идеальной перспективе это до конца года. Ну, понятное дело, что форс-мажора, в том числе задержки в доставках запчастей, никто не застрахован. Ну, будем надеяться на лучшее. Мы делаем все, коллектив понимает. У нас достигнуто понимание с главным механиком, со слесарями. То есть люди, которые непосредственно заняты на производстве, на обслуживании транспорта и на его ремонте. Круглосуточные люди работают. И поэтому, я думаю, мы достигнем поставленных целей. Что в планах предприятия сегодня? В планах предприятия, конечно же, расширение парка, подвижного состава, расширение количества обслуживаемых маршрутов, повышение качественного, качество уровня обслуживания. Из локального – это ремонт автомойки, строительство, ремонт навесов и боксов для стоянки автотранспорта. В случае выделения дополнительных автобусов, приобретения дополнительных автобусов, это как никогда актуально. Хватает ли водителей и автобусов, водителей электротранспорта? Я знаю, что раньше была такая проблема, она существовала, не хватало водителей. Водители электротранспорта у нас – это специально обученные люди. Для эксплуатации электротранспорта проходит специальное обучение, поэтому здесь небольшая нехватка кадров чувствуется. Что касается водителей автобусов, у нас достаточно большой кадровый резерв, к нам идут, потому что достаточно высокая заработная плата, выше средней по городу, социальные гарантии, коллективный договор. Все это вместе, конечно, людей притягивает работать на нашем предприятии, и мы отзываемся. Планируется ли увеличить количество обслуживаемых маршрутах, и когда в городе появятся автобусы, оборудованные кондиционерами? Что касается кондиционеров, на сегодняшний день новые четыре троллейбуса, которые были приобретены городом, уже оборудованы кондиционерами, работают на линии. В летний период, с момента эксплуатации, уже включались кондиционеры, и это оказало эффект достаточно серьезный в части привлечения пассажиров именно на эти троллейбусы. Что касается автобусов, нами была подана заявка на приобретение в 2020 году новых автобусов, в том числе с кондиционерами. Посмотрим, как будет рассмотрено на уровне правительства и соответственно. Большое спасибо, Николай, за информацию. Я надеюсь, что действительно в ближайшем будущем работа общественного транспорта в Керчи улучшится. На этом пока все. Коллеги, я передаю вам слово.